Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Радио Болтком, Олег Пеков в студии И начинается программа Климат-контроль Которую ведет журналист, пишущий о науке Константин Рангс Добрый день, Константин, здравствуйте Добрый день, всем добрый день Мы буквально вот с коллегами сегодня обратили внимание на какие-то совершенно безумные перепады температуры С утра плюс один градус В шесть утра, когда отправлялись многие В днем обещают плюс шестнадцать С другой стороны, вроде бы у нас была очень теплая зима И многие ждали, что весна будет такой же теплой Но некоторые дни весенние даже были холоднее И погодные условия были хуже, чем в самый разгар зимы Что вообще происходит? Вот очень интересная, конечно, вещь Помните, был такой замечательный, есть такой замечательный роман у Стругацких «Понедельник начинается в субботу» Как называлась сказка для младших научных сотрудников Там Мерлин, работавший вне чего На вопрос, о какие погоды, отвечал «Предсказанные, сэр, предсказанные» Так вот, то, что происходит сейчас Можно сказать, что вот эти вот современные Мерлины Предсказатели, они, наверное, сейчас подпрыгивают Радуются Потому что, действительно, все, что сейчас вот мы видим Это все было предсказано еще в самом начале декабря Кстати, на сайте MixNews можно найти этот материал Посвященный вот этому предсказанию По-моему, от 14 декабря И тогда, действительно, говорилось о том Что грядущая зима в Европе Скорее всего, будет теплой и бесснежной И весна будет переменчивой, но в основном сухой И, в принципе, это приведет к тому Что уже весной мы уже будем обеспокоиться О том, что случится с урожаем следующего года Потому что будет развиваться засуха Ну, а потом нас всех может ждать Жаркое, сухое, знойное лето И, судя по всему, до настоящего момента Все эти предсказания благополучно сбылись И зимы у нас как таковой не было Какой-то непонятный переходный период И весна вроде бы ранняя Ну, посмотрите, первые дни мая Уже тут каштаны начинают свести Вот, и вообще Где-то недели на три все здорово сместилось ранее Ну, и еще посмотреть, если внимательно Последить, да, особенно за европейскими Средствами массовой информации То новости о том, что у аграриев Европы Возникают очень большие сомнения В том, как они будут выращивать урожай Этого года Они постоянно выскакивают в топ Может быть, не так, чтобы очень Но чем меньше становится новостей о коронавирусе Тем чаще начинают говорить о том Что происходит с сельским хозяйством в Европе И в том числе с большим, очень неприятным ожиданием Того, что заслуги могут в этом году Действительно быть очень сильные А с учетом проблем с перемещением рабочей силы Вообще может все прийти к тому, что, как говорится Засохнет вся еда на корню И вот это уже действительно очень серьезно Но еще, наверное, добавляется проблема с тем Что некому убирать То есть там фермеры переживают Что раньше были гастарбайтеры Которые могли свободно перемещаться В рамках там и Евросоюза Из восточных стран в западные И это было и для них подспорье рабочее И рабочие руки, которые помогли убирать урожай А сейчас из-за коронавируса Вот эти все перемещения между границами стран осложняются Вот это как раз тот самый случай Потому что складывается ситуация Так называемого идеального шторма Очень, так сказать, опасного явления И посмотрите, сейчас все-таки стараются Как-то решить вопрос С перемещением рабочих ресурсов В пределах хотя бы шенгенов Именно по этой причине Сейчас очень нужны рабочие руки Именно рабочие руки Никакие роботы человека с тапкой пока не заменят Нужны рабочие руки из Восточной Европы Поскольку открывать шенген нельзя Ну вот так получается сейчас То есть, естественно, это кто должен быть? Это должны быть жители стран Балтии Это поляки, это румыны, болгары Вообще, Восточная Европа Чтобы отправиться в Северную и Западную Европу И чтобы они могли бы там работать Потому что, в общем-то, ситуация крайне неблагоприятна И вот как раз нам умножается угроза засухи И плюс отсутствие рабочих рук Как говорится, одно по отдельности плохо А тут еще все вместе И вот это действительно проблема И поэтому начинают в том числе и политики Говорить об этом все больше и больше и больше Получается, что даже тот урожай, который удастся собрать Ну, то есть вырастить Его трудно будет собрать И есть риск, что он сгниет просто на грядках Или высохнет Или высохнет Да, то есть получается, что сейчас нужны люди Нужны люди, чтобы заботиться об этих растениях Нужны люди, которые потом будут вовремя их убирать Ведь любой человек, который занимался, вырастил хотя бы Хердийский или там еще что-то Он знает, что зачастую для того, чтобы получить хороший урожай Окно вот этих возможностей Вчера это еще зеленое, недозрелое А послезавтра это уже все гниет на корню Вот у вас, условно говоря, сутки На то, чтобы это все успеть собрать И в этот момент вам и как раз нужна буквально армия людей Которая, условно говоря, в эти сутки будет работать А потом они могут разойти Но где этих людей взять? Вот, и вот сейчас об этом-то как раз идет большой серьезный разговор Ну, действительно, для этого нужны люди И современные... Мы же все говорим, что роботы вытеснят человека Вытеснят целые профессии А получается, что роботы не способны справиться Даже с такой элементарной, неквалифицированной Черной работой А вот, знаете, вот тут как раз выяснилось Много интересных вещей Что такое неквалифицированная работа? Вот, допустим, пошли Я помню, в силу возраста Помню, как в советское время Иронизировали над инженерами Которых посылали собирать, например, ту же самую капусту Я уж не говорю, ладно, с картошки там Картофельная машина, вот эта копатель Она выбрасывала ее на поверхность Собрать в ведро-то было просто Достаточно Сам этим занимался, поэтому не знаю, что говорю Но, например, однажды послали На уборку белокочанной капусты Там уже появились нюансы Как ее собирать А еще у меня приходилось Еще в студенчестве Это 40 лет тому назад Собирать, например, яблоки Яблоки Причем, а яблоки, которые шли В так называемой первой категории Это был не навал, вот как обычно Вспоминают многие люди Там каждое яблочко Завертывалось в бумажку Укладывалось в свое гнездышко Так вот, что самое интересное Было масса нюансов Как это яблоко сорвать Чтобы не помять Чтобы оно долго хранилось Еще, например, был сбор Черноплодной рябины Там тоже были свои нюансы А уж до клубники Нас вообще нельзя было допустить Как рассказывали Потому что собирать клубнику Это тоже очень серьезное дело Надо заметить другое Что технологии позволяют Облегчить труд И сделать более эффективным Например, посмотрите У нас клубнику традиционно Она растет на земле То есть человек должен Собирать клубнику Согнувшись в три погибели В дугу Да? Естественно, это плохо Потому что у человека болит спина Когда у человека болит спина Ему становится плохо И он начинает халтурить Просто не потому что он такой По жизни А потому что ему больно Его боль забивает Все И еще Он же смотрит на ягоду Сверху вниз Там, где вот они Как раз эти листики закрывают То есть он ее плохо воспринимает Что сделали в Европе? Посмотрите Есть очень интересные репортажи Они поместили Вот это Эти кустики клубники В такие короба Которые подняли на ножках На высоту груди человека И теперь человек идет Как хозяин Не сгибаясь Полный рост Он перед его лицом Висят вот эти гроздья клубники И он спокойно собирает Самые спелые якобы Укладывая их в коробку Ему не нужно сгибаться Он стоит У него Его производительность Увеличивается в несколько раз И самое смешное Что при этом Он и чувствует себя гораздо лучше Он же просто ходит Куда-сюда Он же не загнулся Буквой Вот это вот очень важный момент То есть Как говорится Технологии И научные Так скажем Методики А это тоже научная методика Поставить правильно Вот эти вот И вывести эти сорта Клубники такие И все Но технология Не обязательно Что это будет электроника И что-то там будет делать За человек Нет Делайте человеку Нормальные Нормальные Хорошие Грамотные условия Работы И он будет работать Лучше любого робота Потому что он Прекрасно понимает Что собрать Что не собрать Что делать с этим Слизням Который там сбоку Приторчал Попробуйте Посылайте робота Чтоб робот разобрался Нет Дорого От человека Доходится дешевле У нас есть звонок Здравствуйте Добрый день Пожалуйста Алло Да пожалуйста Добрый Хотел бы немножко Вот Предыдущие Выступающие Как бы Планировать Немного связан Ну-ка В любительском плане С землей Поэтому надо Все что растет На земле Все что растет На земле Все Включая клубнику Оно имеет Совсем другую энергетику Потому что Искусственно Искусственно Выведенные Сорта Это Можно сказать Ну такой Потенциал Негатива Для организма Ничего Хорошего В этом нет Другой вопрос Если спина Болит Значит Надо Начинать С себя Мне очень понравилось Одно из речений На радио Задается вопрос Там Зеленая лужайка Что мне делать Когда-то была Хорошая радиостанция Что мне делать Ко мне в огород Ко мне в сад Пришли змеи Что мне делать С ними Ответ был Очень хороший И очень простой Это Не они к вам пришли А вы к ним пришли Поэтому Тут Если человеку Трудно Начинай с себя Спасибо Ну и вот Долго дозванивается Еще один человек Но это скорее Был комментарий Здравствуйте Доброе утро А я вот хотела сказать Собрать урожай Это одно А вот мы ездили В июне В июле На прополку Свеклы Еще там Каких-то овощей На кучку Картошки Это же тоже От этого Очень зависит Урожай То есть Буквально Круглое лето Нужно руки Прикладывать Спасибо Спасибо Не ну тут Можно сказать Что вот В том-то и дело Что окучивание Допустим Работа с тяпкой Это кошмарная вещь И кстати Вот хотелось бы Обратить внимание Что как раз Европейские Наши коллеги Средства массовой информации Они берут интервью У людей Которые с тяпками Они на это Обращают Очень большое Внимание Общественности Которая живет В городах Вот Как раз Показывая Что ребята Вы понимаете Откуда берется Цена Вот тех продуктов Которые вы покупаете В супермаркете Или на рынке Это дикий Тяжелый труд Труд на земле А что что касается Где грядки находятся Какой формы Тут просто можно сказать Что вообще Лет 150 назад Которой вообще Клубники не было И любой сорт Даже который мы сейчас Выводим у себя Как говорится На земле На уровне земли Он все равно Когда-то был выведен Поскольку сама по себе Вот эта наша Садовая По-разному называется Садовая землянейка Клубника Эти ягоды Они неприродные То есть вообще Собственно говоря Если уж попытаться Питаться продуктами Которые сама природа Создала В ходе эволюции То боюсь Что многие из нас Останутся голодными Ну может быть Это и хорошо Как говорится Мы улучшим Свой внешний вид Но это нужно Серьезно отдавать Себе отчет Что все Что мы сейчас Употребляем Это все Плод поколений Если не десятков А то и сотен Поколений Безымянных Селекционеров Которые все время Все это улучшали И перевозили И перевозили Из одной страны В другую Потому что там Даже та же самая Элементарная картошка И ее Она просто не росла В Европе И в Азии Да Тут конечно Вопрос-то в другом Что как бы мы Не выращивали Эту вещь Например Ясное дело Что Картошечка Со своего огорода Если вы все Грамотно Правопроводите Она конечно Мало того Что она вкусна И хороша И здорова И это еще Моральное удовлетворение Вот вы ее вырастили И вы ее скушаете А тут В прошлом году Мы семьей Вырастили Два помидора На балконе С великими трудами Ну так мы Чуть ли не бритвой Резали На эти самые На долечки Чтобы попробовать Этот Помидорчик Понимаете Эта вещь Она сама по себе Не может быть дешевой А речь-то ведь Идет о том Что клубнику-то Хотят есть миллионы И поэтому Для миллионов Вот есть такое Массовое производство А чтобы оно было Массовое производство Нужно чтобы была Высокоэффективна Но вот что еще Интересно Такое производство Но в меньшей степени Зависит от Климатических Изменений Потому что Вот эти вот Клубники О которых я говорил Которые в грядках Которые стоят На ножках Они используют Систему полива Регуляционного Там-там дождевая вода Но она по трубочкам Подходит Потому что Все эти Клубнички Они под крышей Вот Под такой пластик В общем Короче говоря Все продумано Чтобы сократить Возможности Внешнего влияния Но это возможно Для клубники И вряд ли возможно Для полей С пшеницей Капустой Или картошкой Не спрячешь их Под крышей И Обеспечение Орошения Тоже достаточно Проблематично И вот об этом Как раз сейчас Идет разговор О том Что последние данные Показывают Вот это Система Коперникус Общеевропейская Но работает Она на всю планету Показывает Что действительно В этом году След за вот этим Спадом первой волны Коронавируса Может прийти Вот эта Следующая проблема С которой тоже Нужно будет Как-то Разбираться То есть проблема Дефицита Продовольств И сейчас Уже идет речь Очень серьезная О том Что например В Африке Голод Уже начался В Восточной Африке Ожидается Что в ближайший Год-два Он может захватить По разным подсчетам 30, 40, 50 миллионов Кометров А что такое Голод Голод означает Миграции А тут Какие миграции Если Так что Называется Закрыли Шенгенские Как говорится Шенгенские границы То есть что делать В этой ситуации Поэтому европейские Политики Так волнуются По поводу В том числе Голода Например Который Может охватить Всю северную часть Африки А она большая В течение Ближайших пары лет Хотя там Если бы просто Был голод Или изменение климата Там еще и Саранча пошла Страшные Нападения Саранчи И вот Все нападает Одно Идет к другому Посмотрите Наводнение Нарыв дамбы В Узбекистане Ведь зачем Эту дамбу Строили Именно в расчете На то Что будут Засушливые годы Но неожиданно Пошли Ливни Дамбул Это несет Огромную массу Глинистых Частиц И когда она Испареется Она покрывает Всю землю Такой фанерообразной Питкообразной Город Через которую Практически Первый год Ничего не растет То есть вот Еще одна проблема Это проблема Которая касается Центральной Азии А люди Которые там Не найдут Себе применения У которых будут Проблемы с деньгами С питанием Куда они денутся Это не камни Это люди Они двигаться могут Хоть пешком И они куда двинутся Они двинутся на север Тот же самый Казахстан И в Россию То есть Это проблема Как бы С одной стороны Вроде бы У Избекистана Там вот В бассейне Сырдари А по большому счету Это очень скоро Может стать проблемой Господина Собянина Которому Будет что-то решать У себя В Москве Потому что Куда они поедут Они скорее всего Поедут Не в достаточно Бедную Псковскую область А в Москву Поэтому Так аналогичные Проблемы Касаются И Европы Потому что По последним данным Можно ожидать Очень тяжелой ситуации Климатической Этим уже летом В странах Магриба Это северо-западная Африка А рядом С другой стороны Испания Где тоже будет Засуха Скорее всего В Италии Тоже не все хорошо В южной части Италии Хлебная житница Америки Поэтому Как раз Получается Что с одной стороны Не успевает Тут как бы Коронавирус Еще здорово Нервы портит А тут еще Выходит Новая проблема И вот как раз За этой новой Проблемой Может вылезти Вторая волна Коронавируса Осенью Поэтому сейчас Как говорят Положение У руководителей Мировых Хуже губернаторского Потому что Сейчас Вот кому-то Должно было Попасть Такая вот Беда Вот сейчас Она на них И попала Поэтому Я так подозреваю Сейчас Очень мало Желающих Занять Высокие посты Потому что Ясное дело Что в ближайшее время Спрашивают Будут с них И спрашивают Будут Очень сложно Ну Можно ли Сказать Что это практически Какие-то Библейские Бедствия Потому что Если вот мы Смотрим Мор Засуха Саранча Все это Напоминает Просто какие-то Такие мрачные Страницы Библии Ну Почему нет Потому что Библия Так собственно Говоря В известной Мере Отражение Событий Которые В той или ином Форме Они происходили По-разному Люди могут Это оценивать И передавать Из поколения В поколение Это естественно Вот Но Факт тот Что Для Египта И наводнение А потом И засухи И саранча И землетрясение В общем-то Вполне Естественные вещи Но Вопрос как раз В том Что это все Совпадает И Спешевывается В какой-то Один Конкретный Момент Время Вот в чем Дело Вот например Только что Евроньюз Передавал Информацию Согласно которой Первые заболевшие Ковид 19 По Франции Были в декабре И не в конце Декабря А в начале Декабря Ну вот тут Вроде бы С одной стороны Эта информация Льет воду На мельницу Того же самого Трампа Который обвиняет Китай Что он вовремя Не сообщил О начале Эпидемии Да Но дело-то Все в том Что Опять же Можно сейчас Посмотреть Назайти на сайт Евроньюз Как раз По поводу Вот этой всей истории Там говорится Нет Не то что Я по-моему Сейчас слышал Коллеги из РТВА Радио Франции Интермасси Рассказывали О том Что сейчас Поимелась претензия О том Что оказывается Вроде Китайцы Еще в декабре Предупреждали Французское Правительство О том Что у них там Какая-то Нехорошая вещь Что неплохо Бы как-то Скооперироваться Но французское Правительство Пропустило Это мимо ушей То есть Разговор о том Что кто виноват Сейчас может быть Очень интересно И естественно Что все будут Перекладывать вину Друг на друга И потому Что вы не сказали А вы не спросили А мы вам сказали А вы пропустили Прохлопали ушами И все такое прочее Но От этого перекладывания Ничего не изменится В плане Действительного Решения Конкретных проблем Вот в чем дело А конкретные проблемы К ним вот приходят Появляются Фермеры Появляются Торговцы И собственно Сейчас вот как раз Никто не может понять Что делать С такой отраслью Как хорика Да Это прежде всего Отели Рестораны Кафе Что делать Вот с этими Говорят Открывают Туризм Да А если Туризм Без ресторанов И кафе То это что Это поездка К родственникам Да Ну это такой Туризм Знаете Особный Тем более Что сама поездка Ну вот Перелет Будет сопровождаться Очень такими Неприятными Ограничениями Уже Сейчас Ну можно понять Что нужно будет Сидеть В маске И в перчатках Не будут Кормить На рейсах Стопроцентно Нужно будет Сдавать Анализы Ну то есть Приезжать за 4 часа До вылета Самолета Чтобы сдать Все необходимые Медицинские анализы В общем Очень Ну поездка Превращается В такое Достаточно Тяжелое испытание Вот это вот Интересная вещь Конечно Что Где-то В период Формирования Авиации Как массово Когда самолеты Стали вытеснять Трансконтинентальные Пассажирские лайнеры Да Это были 50-е и 60-е годы В том числе Были самолеты Класса люкс Да Которые Ну сейчас И сейчас тоже Они есть Но тогда Это как-то было Нормально Воспринималось Что самолет Он сам по себе Полет дорогой И там все должно быть По первому разряду Так вот Были каюты И Надо заметить Что однажды Мне пришлось Давно было Видеть интересную Фотографию Салон самолета Который был разделен На отдельные каюты Именно потому Что он был рассчитан На перевозку Больных людей То есть Вполне возможно Это тоже Какой-то вариант Разделения Секции Самолета На отдельные Такие блоки Как вам Каждого блока Своя вентиляция Да Они закрыты Смысл же в том В том Что Вы должны Знать Что условно говоря Человек заболел Не просто В самолете В котором 200 пассажиров Заболел человек И который Не просто Сидел В кресле На 12 Ряду Б А что Человек Сидел В секции 6 Место 2 То есть Тогда возникает Сразу вопрос Что нам нужно Не всех 200 человек Или там Соседей Обсуждать Кто из них Мог заболеть Кто не заболеть Могла ли заболеть Стеродеса А тогда возникает Вопрос Что инфекция Могла произойти Вот именно Среди вот этих 6 человек Ну к примеру Да Вот Тогда уже проще То есть Вот эта Сегрегация На части Разделения Оно конечно Очевидно В самое Ближайшее время Будет только Нарастать То есть С одной Это решение проблемы С одной стороны Мы же не запещаем Людям передвигаться А с другой стороны Мы должны их Максимально Между собой Разделить Ну вот Буквально На этой неделе Кстати была Я когда листал Календарь Очередная дата Гибели Дирижабля Гинденбург Который положил Практически Конец Эпохе Дирижаблестроения И я еще Обратил внимание На то Что Вот в те времена Практически Гражданская авиация Ну предлагала Очень Сервис Очень низкого Качества И богатые люди Предпочитали Передвигаться По миру На дирижаблях Потому что Когда я прочитал Вот описание Того что было На борту Гинденбурга То есть Прогулочные Там были Вот Индивидуальные Каюты Там Работал Ресторан Там Простите Стоял Рояль Вот В салоне И Очень Извинялись Что не могут Предоставить Каждую каюту Персональную Ванну И Поэтому Только Душевые кабинки Потому что Ванны Вот если Поставить еще И ванны То тогда Все-таки Дирижабль Ну Тяжело ему Будет подняться Вот Когда Вот Читаешь об этом Уровне сервиса Ты понимаешь Что Насколько Ну Может быть Там Пытался Приблизиться В 50-е 60-е Еще 70-е годы Вот Наверное Вот эти Трансатлантические Которые Мы вот Сейчас С вами Вспоминали Но Наверное Вот Вся Это Век Этого Роскошества Вот Этой Люксовой Жизни Наверное Остался Позади И вот Сейчас Нам придется Смириться С тем Что Авиаперелеты Ну Будут Более Более В спартанских Условиях Придется Лететь И более Жестких Ну Тут Видите Какая Еще Интересная Вещь Есть Еще Две Важные Моменты Два Мажных Момента Которые Нужно Учитывать Первое Эта Авиация Стала Экономить На месте Ну И стала Набивать Людей Как Сельди В бочке В самолет После Кризиса 1973 Года Когда Впервые Стоимость Топлива Стала Увеличиваться В разы Знаменитый Ближневосточный Кризис И вот Это Как раз И повлекло За собой Вот это Стремительное Желание Сократить Расходы В том числе Вот Расходы На топливо Но есть Еще Одна Вещь Дело Все В том Что Мы Забываем Что Еще В 20 Годы Это Вот Только Прошла Испанка Да Но В то Время Еще Вовсю Свирепствовал Туберкулез Были Другие Инфекционные Заболевания То есть Еще Не Было Никаких Примивок От Полиэмилита Еще Скорью Приходилось Что Было С Дифтерией То есть Условно Горито Сейчас За последние 50 Лет Возникло Такое Благостное Настроение О том Что Как Что Какие Там Заболевания Где С ними Встретишь Если Посмотреть Материалы 20 30 Годов То Это Вообще Страшновато Так Читать Я Уж Не Говорю Про Более Ранее Поэтому Например Каюта Это Не Просто Вот Я Никого Не Желаю Видеть Каюта В Известной Мере Ограждает Тебя Особенно Если Она Со Своей Вентиляцией Как Допустим На борту Хорошая Каюта На борту Хорошего Класса Не Ниже Второго На борту От Морского Лайнера Это Возможность Открыть По Иллюминатору Решать Свежим Морским Воздухом Ни С кем Не Общаться Если Ты С кем Не Хочешь Общаться Вот Это Очень Важный Момент То 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 Общаемся И начинаем Все-таки Понимать Проблемы Которые Касались Условно Говоря Наших Тогда еще Совсем Детьми Бабушек Вот И это Действительно Очень важный Момент И я не Сомневаюсь Сейчас Многие Инженеры Изобретатели Коммерсанты Отряхнут Пыль Со старых Чертижей И планов И я думаю Что сейчас Могут Выиграть Те Которые Предложат Какие-то Может быть Старые Вещи Уже Проверенные Но на Новый Лад Например Кстати Где-то Буквально Два года Назад Я делал Поездку По Ближайшим К Его Территориям Российской Федерации Поскольку Меня попросил Об этом Журналисты Из финского Издания Для Автотуристов Но не просто Автотуристов А те Которые Ездят В кемпинг И вот Что интересно Я спросил Вот этих Финских Любителей Авто Вот этого Кемпинг Вот этих Кемперов Автодомок Проще говоря Почему Это им так Нравится Ответ Был очень Простой Я живу Там Где я Хочу И я не Задумываясь Укладываясь В постель Есть ли тут Клопы Кто в этой Постели Спал Кем могла Болеть Горничная И так далее И так далее И так далее Это дом Который я Нашу с собой То есть дом На колесах Да Вот который Это не просто Дом На колесах А это Вот когда Человек Имеет Основание Опасаться Услуг Так скажем Сервиса В неизвестном Месте А это Он с собой Везет Всю свою Условно говоря Не только Привычные вещи Но будем говорить Откровенно Всю свою Привычную Бактериальную Флору Всех своих Собственных Микробов Это 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 Очень важный Момент И я Абсолютно Уверен Что сейчас Как раз В этом Сезоне Автокемперы Особенно В Скандинавии Где это Популярно Они будут На расхват Потому что Вы берете Автокемпер В той же Самой Финляндии Едете На нем В ту же Самую Эстонию Потом В ту же Самую Латвию Вам не нужно Думать о том Работают Здесь Отели Не работают Тут Отели Есть ли Общая Вентиляция Перекачивают Для воздуха Из номера В номер Нельзя ли Там Вам не нужны Лифты В которых Эти облака Вирусов Могут витать Ничего Подобного Вы приехали Куда угодно Встали Подключились К электричеству И все И живете В полной Социальной Изоляции Знаете Вот это То что Казалось Чудачество А сейчас Оказывается Так слушайте Прекрасный вариант Это приз Но тем более Что здесь Есть И очень Большие Я понимаю Градации То есть Есть Маленькие Фургончики Где Просто Раскладная Кровать И столик Для питания А есть Действительно Дома на колесах Просто В свое В свое В свое Время Даже И у Нас В Латвии На Выставках Туристических Я помню Можно было Посмотреть Такой Самый Настоящий Трех По-моему Комнатный Дом Который Был В одном Фургоне Там Практически Комната Для детей Детская Комната Комната Для родителей И Одна Общая Комната Для Ну вот Как Гостиная Это Действительно Такой Большой Огромный Фургон Который Заменял Дом И Практически С ним Можно было Ездить Куда угодно Тем более Ведь его Не нужно Покупать И чтобы Он у тебя Весь год Стоял Его можно Арендовать Разумеется До этого Кто-то Им еще Пользовал Дело Все в том Что его Один раз На отпуск Можно Очень-то Старательно Продезинфицировать Это Вполне Ну Реальная Вещь И кстати Такое Делалось Потому что Есть же Путешественники Которые Отправлялись На таких Домах И в Африку И в Латинской Америке И Даже До Индии Доезжали Где Извините Меня Бактериологическая Обстановка Там Скажем Иногда Старинфицировать Бывает Поэтому Раз Условно Говоря За отпуск Ему Продезинфицировали Вот И потом Вы уже Там Живете Даже Такой Маленький Микродомик Который Вы везете За собой На прицепе Он же Дает Вам Возможность Все-таки Растянуть Типа Палатки И опять-таки Жить Индивидуально Вот это Очень Интересный Момент Вполне Возможно В этом Году Можно Ожидать Что наши Владельцы Кемпингов Вот если Будут Какие-то Послабления То может Быть Они Первыми Могут Рассчитывать На то Что к ним Придет Клиент Потому что Если Условно Говоря Будет Соблюдаться Дистанция Между Вот этими Парковочными Местами Да То Это Вариант Это не такие Большие Расходы Ну а с другой Стороны Это и Решение Для Людей Как и для Путешественников Так и для тех Кто эти услуги Предоставляет Я просто Думаю Что Это один Из вот таких Вот самых Простых Вариантов Тем более Что есть Ведь еще И другие Какие-то Варианты И Не сомневаюсь Что например Сейчас Пароходные Компании Будут Придумывать Как это Все Презентовать Публике Все Там Каюты Со своей Вытяжной Вентиляцией Очевидно Будут проводиться Какие-то Специальные Исследования Это я Совершенно Не сомневаюсь Чтобы Заявлять о том Что на нашем Судне У нас Нету Вообще Возможности Заболеть И подхватить Инфекцию Потому что Вот мы такие Все Очень и очень Так скажем Технически Правильные Вентиляции У нас Что называется В изумительном Состоянии Я думаю Что сейчас Это очень сильно Подтолкнет Всех Все Разновидности Индустрии В том числе Транспорта Чтобы как-то Прийти к Новому Условию У нас есть Звонок Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Я хочу Действительно Поддержать Особо На таком фургоне Правда Не за границу В Волгоград Ездили из Латвии И вы знаете Там и душ был Там все Кухня Все-все-все А когда это было? Когда вы ездили? Ну мы ездили До коронавируса Конечно Ну да-да-да 15-й год Да Вот И очень легко Перенесли поездку И туда и обратно Хотя Волгоград Тут город Достаточно тяжелый И там жара Сейчас такая сильная Но душевое Все было Только вот Единственное Что я хочу сказать Вы представляете Во-первых У нас В Юрмале Покупают эти дома Для Гостевые домики Ставят у себя На территории Ну и сдавали их Если территория позволяет Они разрешены Ставили Не надо строить ничего И были дачники Но это так подкосит Малый бизнес Гостиниц Вот это Единственное Мне жалко Потому что у меня друзья Например Содержат Маленькую гостиницу И к ним Конечно На фургоне Уже никто не приедет А вот Действительно На берегу моря Особенно Саукрас Там Там такие площадки Хорошие Вот там Эти домики Очень популярны Были И я Скандинавы Вообще молодцы Они давно Это освоили И я с удовольствием Такой бы фурган купила Но только Сразу с машиной То есть Не прицепной А вот есть Такие уже Современные Прямо там И водительская Рули Уже Да Просто Они более комфортные Они более современные И вот у нас В Юрмале Наблюдаю Все время ездят Вот Скандинавы Именно на таких Фургонах Да Они наверное Берут напрокат А может быть Это их личное Но это очень удобно Спасибо Спасибо большое Спасибо У меня просто Друзья есть Которые Как говорится Считали Свои расходы Да Надо сказать Что Скандинавы Они в режиме Свои люди Вот И Как ни странно Эксплуатация Такого дома Вот Она конечно Дороже Чем пользование Покупка путевок По системе Все включено Но эти люди Хотели ездить В том числе В ту же самую Россию Украину На Кавказ Куда-нибудь Там В восточной Европе И они говорили Что Это Вот такое Путешествие Оно С другой С одной стороны Дороговато Но если ехать С семьей Вот именно С семьей Несколько То это уже Приближается По цене К стандартному Путешествию И в большой Степени Это вносит Такое Своение Успокоения Они Как-то Увидя Знаете Все свое Несут с собой Вот И это Ну я думаю Год назад Еще Это так просто Не стояло Но вот Я сегодня Например Учался Со своим Финским Другом Который Сказал Что Если я думал Год назад Продать свой Автодом То он Говорит Сейчас Я его Привожу В порядок Потому что Это будет Мое путешествие На котором Я поеду И буду Чувствовать себя Более-менее Спаспорим Еще один звонок Успеем принять Здравствуйте Пожалуйста Да Вы в эфире Еще раз Добрый Скажите Пожалуйста Точнее Я хотел бы Добавить Знаете Есть один Нюанс В этих Всех путешествиях Вот женщина Выступала Россию Да нет Я бы никогда Не рискнул Если только Был бы Какой-то БМП Тогда можно Было ехать По России В частности На В домике Я в свое время Ходил в горы Я был 100 километров Ну меньше даже От Афганской Границы То есть Не было Никаких вопросов Абсолютно Было Ну Абсолютно Было Несмотря на то Что были боевые действия Все равно Были какие-то Ну Человеческие Нормальные Взаимоотношения Сейчас Да Скандинавы Едут Но Не едут Исключительно По Европе В частности Они любят Прибалтику Да Едут на велосипедах Едут на Многие путешествуют Но Путешествуют По Европе Ехать На доме Ехать в данном домике Мои знакомые пытались Да ну О чем вы говорите Нельзя И ту же самую Украину Хотя я очень уважаю Нельзя Ехать Ни в коем случае Потому что Это просто безопасно Ни домика Ни семьи Никого Ну вот я могу сказать Что я-то ездил Как раз По заданию Финского журнала Например В Пскове Построен Совершенно Потрясающий Кемпинг Финского стиля По-моему там Финн Это и участвовали В проектировании Раздоль И там Стояли Домики И с финскими Номерами И с немецкими Кстати очень много В Петербурге Я нашел Отель Мотель Прямо Рядом со станцией Метро Внутри Между домами Во дворе Где Из 35 Парковочных мест 15 были Итальянских Остальные Немецкие И финские Понимаете Это было В прошлом году У меня есть фотографии Я спрашивал А как Он говорит А они едут Тут он говорит Собираются В колонну Приезжают С друзьями Все вот Стояли эти дома Надо заметить Что интерес Сейчас К поездкам По России Гораздо Больше И Как раз Вот этого Испуга Уже Уфинов Уже нет Другое дело Что они Прекрасно Понимают Что есть места Куда Ехать Надо И можно А есть места Куда Ехать Не надо Но дело Все в том Что в любой Стране Существует Такая ситуация Где ты можешь Напасть И попасть В очень Неприятные Ситуации Моя работа Там одна из видов Как туристического Журналиста Была в том Чтобы проехать По этим местам И посмотреть Как это все Выглядит Называется На своей Собственной Шкуре Ну и уже Совсем Последний раз Последний звонок Здравствуйте Здравствуйте Ну скорее всего Не вопрос А такая реплика В конце передачи Ну вообще Странный Такой пугливый Молодой человек Там Сказал по поводу Россия Езжу в Россию Регулярно И путешествовал И ездил Вообще Никаких проблем Вообще Это первое Второе По поводу Этих всех Мир безопасности На мой взгляд Все пройдет Люди По натуре Такие что Быстро все Забывают Плохое И третье Ну просто Нужно Тренировать Иммунную систему Это самый важный Вопрос Для каждого Вопрос Здоровья Так что Всем здоровья Всем удачи И Хорошего дня Спасибо Спасибо Вот так Ну да Наверное Хорошее завершение Для нашей Сегодняшней беседы Подводящие итоги Константин Рангс И программа Климат-контроль Сегодня Был в нашей студии Виртуально По скайпу Спасибо большое Константин Ну и до встречи Через неделю Всего доброго Будьте здоровы Спасибо за субтитры